друзья всем добрый день у нас продолжаются зимние отправки нимфей на сегодняшний день это у нас 6 февраля нимфеи выглядят в таком состоянии то есть состояние анабиоза это абсолютно нормальное состояние нимфей в этот период то есть все верхние листья которые уже были открыты и они отпали вот они отмирают поскольку их не функционал уже закончился вегетивно их не развитие вот и листочки которые сформировались но не успели еще в прошлом сезоне подняться на поверхность они замирают и в таком состоянии они скажем так зимуют спят входят в анабиоз то есть у них сейчас в данный момент очень замедленно идет развитие и как только температура прогреется воды и воздуха для них приемлемая они пойдут в рост как правило это уже в марте месяце происходит у нас март-апрель в мае уже кушиночки могут даже зацвести вот видите сейчас вот можно по ним сказать что они наверное там маленькие кустики или еще что-то ничего подобного друзья это уже хорошо сформированный куст то есть резома здесь получается резома это основной корень он приблизительно где-то в пределах 20 сантиметров вот даже можно видеть точки роста это эти точки роста они будут активироваться вы уже это в этом сезоне и этот куст будет очень хорошо наращенный основная точка роста конечно же вот посмотрите сколько идет побегов то есть сразу одновременно видите сколько листиков поднимется на поверхности за ними сразу будет следовать уже цветовые бутоны вот видите это вторая кувшиночка тоже здесь видно там тоже дополнительные там точки где-то выходит где-то они еще могут быть в толще то есть они не только сверху резомы образуются но также и с боковых побегов и с нижних даже даже внизу могут может образовываться почковая почка . роста из которой пойдут побеги и в дальнейшем сформируется вообще отдельное растение как бы будет кольню длиняться если его отсадить это уже будет совершенно новый кустик нимфеи многие спрашивали как выглядит в зимний период кувшинка куда девать эту листовую всю массу ну по своей неопытности допустим первый год там допустим у людей нимфея они не знают как она будет выглядеть осенью зимой там вот поэтому друзья в зимний период практически вот видите я даже листья не отбирал они сами отпали отпали у нас большое количество нимфея не стоят все плотно друг другу отпали получается они растворились и легли на дно то есть вот видите вот вот этот слой вот этот слой на самом деле он является плодородным слоем и он также питает кувшинку вот поэтому ну те кто следит за идеальной чистой пруда конечно же обрезают листья там следят чтобы не было никаких отложений донных но по нашему опыту я могу сказать вам что это для кувшинки это лучшее удобрение и она всегда показывает лучший рост когда вот все что отмирает из растительное из растительного происхождения допустим от самой же самой нимфеи и какие-то осадки отходы от рыб от улиток от всех вот обитателей пруда это является незаменим незаменимым комплексом удобрений для водных растений но конкретно для кувшинки для нимфеи вот в натуральных прудах если вы обратите внимание кувшинки показывают наилучший результат не от не одно растение в контейнере самым лучшим супер удобрением она не покажет тот рост и и свой функционал как она показывает в натуральном пруду ну что друзья думаю наглядно и вам показывают отвечаю параллельно на те вопросы которые вы мне задаете в зимний период нимфеи находятся вот в таком состоянии в таком такой их внешний вид это абсолютно хорошие здоровые растения которые же укорененные и весной это будут довольно таки крупные кустики при получении новому владельцу конечно же желательно их перевалить в больший контейнер внести удобрения добавить объем грунта соответственно и уже поставить водоем всего вам доброго друзья подписывайтесь на наш канал приобретайте наши нимфеи задавайте вопросы если у кого есть какие сомнения относительно каких-то процессов формирование в развитии нимфей я однозначно буду отвечать на нашем канале до новых встреч друзья